В эфире Вести мы продолжаем наш выпуск. Солнечные батареи на крышах многоэтажек. Такую картину скоро можно будет увидеть во многих регионах России. Причем даже там, где привычно облачно. И еще оказалось, что на светиле можно и зарабатывать. Как попытался понять Сергей Самоха. Солнечные батареи на крыше этой многоэтажки появились 4 года назад. А 300 тысяч, конечно, недешево на домоуправ, сказала надо. И практически сразу жильцы почувствовали выгоду. У нас идет экономия. Каждый год 70 тысяч. В пределах 70 тысяч. Солнечная энергия освещает подъезд и двор. От батареи запитаны камеры наблюдения, которыми усеян весь фасад. И за все это жильцы не платят ни копейки. Впрочем, говорить о полной энергонезависимости многоквартирных домов пока преждевременно. А вот для хозяев частных владений это уже реальность. Это солнечная черепица. Одновременно кровельный материал и генератор энергии. Стоимость одной такой панели около 600 рублей. На то, чтобы покрыть крышу среднего дома, понадобится 150-200 тысяч рублей. Зато сразу после этого о счетах на электричество можно забыть. Солнечная черепица – разработка академика Дмитрия Стрибкова. Российскому ученому удалось сделать энергетические модули как никогда эффективными. На рассвете, закате и в зените панели выдают максимальное количество электричества. Мы встроили туда встроенные зеркала, которые мы называем стационарные концентраторы. То есть они концентрируют солнечное излучение, независимо от положения Солнца. Первый дом солнечной крыши несколько лет назад построили в Анапе. Городской особняк полностью автономен. Крыша покрыта черепицей, но лишь пятая ее часть с фотоэлементами для производства энергии. 28 квадратных метров дали нам мощность 2 киловатта. Этой мощности вполне хватает для обеспечения электроснабжения этого дома. Ахиллесовая пета любых солнечных модулей это тучи. И если в Краснодарском крае чистое небо это норма, то в средней полосе России ясных дней не так уж и много. Особенно зимой и осенью. Житель Калининграда Сергей Рыжиков поставил панели на крышу своего дома в качестве эксперимента. Оказалось, что постоянные балтийские циклоны не преграда энергонезависимости. Дом потребляет очень много электроэнергии. Но так как паспурный день, то он по сути только обеспечивает себя. Панели мощностью 5 киловатт производят энергии больше, чем может потребить двухэтажный коттедж. Тогда Сергей пошел еще на один эксперимент. И добился права у энергетической компании поставлять свою солнечную энергию в городскую систему. Все лето я кручу счетчик в обратную сторону, но зимой немножко подкручиваю в обратную. Получается, что два года я уже не плачу за электроэнергию. Впрочем, стоит отметить, что сами панели это только треть затрат. Самое дорогое – аккумуляторы. Но, возможно, вскоре и эту проблему удастся решить. В правительстве готовится документ, который позволит всем владельцам солнечных электростанций стать частью единой энергосистемы. Для полноценного пользования энергии солнца аккумуляторы и вовсе будут не нужны. А в качестве батареи выступит сама энергосистема. Днем, когда большинство людей на работе, излишки электричества поступают в распределительную сеть. По сути, владелец солнечной батареи продает энергию территориальной генерирующей компании. А, к примеру, вечером, когда потребность в токе возрастает, абонент привычно потребляет электричество из общей системы. Излишек этой электроэнергии, то его можно будет продать по договору гарантирующему поставщику. Гарантирующий поставщик будет обязан заключить такой договор с гражданином. Однако покупать солнечную энергию будут по оптовым ценам, а отдавать назад уже по розничным. Так что сработать на микрогенерации вряд ли удастся. А вот экономия может оказаться колоссальной. Даже сейчас самые дорогостоящие солнечные комплексы окупаются максимум за пять лет. Сергей Самоха, Николай Ломакин, Александр Наумов, Татьяна Степовая и Андрей Ганыкин. Вести.